Сотни человек в эти минуты в Киеве принимают участие в митинге в третью годовщину Евромайдана. После беспорядков и провокаций, которые радикалы устроили уже минувшим вечером, сегодня полиции в центре украинской столицы в разы больше, чем самих митингующих. Несколько точек для сбора, но жарче всего там, где националисты. Организаторы торговой блокады Донбасса свои требования уже выдвинули. Из Киева репортаж Алены Германовой. Третью годовщину Евромайдана Киев отмечает под усиленным присмотром полиции. На улице вышли почти 7 тысяч правоохранителей, повсюду рамки металлоискателей. Дороги в центре города перекрыты. Днем на Крещатике задержали молодого человека, который пытался пронести на Майдан гранату. Имеет ли он отношение к участникам митинга, который прошел накануне, пока не сообщается. Но вчерашние протесты радикалы угрожают повторить. Четвертую неделю торговой блокады Донбасса националисты закончили накануне у стен президентской администрации. Требовали прекратить торговые отношения с неподконтрольными Киеву территориями. Их не волнует, что отказаться от Донбасского угля, значит остаться без тепла и света. Никто остановиться не собирается. Именно здесь, на Банковой, находится диспетчерская, главная диспетчерская торговля на крови, которую управляет Порошенко. К митингующими за администрацией Петра Порошенко накануне так никто и не вышел. Радикалы пытались заблокировать здание и установить палатки. Помешала полиция. Несколько человек получили травмы. Шестерых задержали, но уже к утру отпустили. Спустя три года после переворота его идеологи по разные стороны баррикад. Еще один удар со стороны бывших союзников президенту нанес член радикальной партии Андрей Артеменко. Как утверждают журналисты Нью-Йорк Таймс, депутат передал администрации президента США Дональда Трампа некий компромат на Порошенко. Речь идет о платежках по Нацбанку, оборонке и офшорным компаниям президента, подтверждающего причастность к коррупции. Впрочем, в ней украинского лидера обвиняют не только отдельные депутаты. Рейтинг доверия к президенту, по данным киевских социологов, за три года упал с 47 до 14%. Еще на прошлой неделе в своей предпраздничной речи Порошенко словно пытался успокоить тех, кто в 2014-м стоял на Майдане и ждал изменений. Нам с вами рано делать выводы, а тем более пессимистичные, о нашей революции достоинства. Начатые ею процессы еще в полном разгаре, и я абсолютно убежден в оптимистичном их завершении. Уверенность в успехе Порошенко придает явно не статистика. За три последних года ВВП Украины упал вдвое. Страна с уровнем роста экономики, как у африканского Судана, должна больше полутора триллионов гривен, или около 60 миллиардов долларов. За долги перед международными кредиторами украинцы расплачиваются космическими счетами за коммуналку. Горячая вода и отопление за год подорожали почти на 90%. Электроэнергия на 60%, природный газ больше, чем на 40%. Три 900. Только отопление. И в этой квартире прописан один пенсионер, плюс газ-счетчик, свет-счетчик, сумма за месяц 8-6. Все вместе. Вот одному пенсионеру на 1300 гривен пенсии. А везде говорят, очень продавайте, берите, меньше и не жалко. События 20 февраля 2014 года унесли десятки жизней. Кто были эти снайперы, которые открыли огонь по протестующим и бойцам Беркута, до сих пор неизвестно. Но своей цели они добились. Этот день стал решающим в трехмесячном стоянии на Майдане. В присутствии представителей Польши, Германии и Франции, тогда еще президент Виктор Янукович подписал соглашение с оппозицией. С улиц были выведены силовики, но не ушла оппозиция. Уже через день Верховная Рада отправила Януковича в отставку. Европейские гаранты соглашения препятствовать не стали. Соглашение, которое было с Януковичем, это было не более, чем красивая обманка, на которой он повелся. Им нужен был режим, который будет их слушаться, и они хотели реально, возможно, хотели сделать из Украины такую страну-выставку. Показать всему постсоветскому пространству, что если вы отвернетесь от России, вы будете жить как на Украине, в такой замечательной, красивой Европе. Но жить в Севдоевропе захотела не вся Украина. Еще за месяц до отставки президента Верховный Совет Крыма заявил, в случае захвата власти подчиняться националистам не собирается. И в день, когда Виктора Януковича отстранили, крымские депутаты вместе с делегатами из Луганской и Донецкой областей собрались на съезд в Харькове. Это стало началом пути к созданию самопровозглашенных ЛНР и ДНР и воссоединения Крыма с Россией. Я совершенно убежден в том, что крымчане сделали правильный выбор. Такое количество строя, как сейчас, я никогда не видел. Все запустение было со времен Союза еще. То, что происходило на Майдане, Андрей Мардвинов видел через видоискатель своей камеры. Прежде чем вернуться в родной Крыму, наработал оператором украинского канала. Рассказывает, как заставляли снимать истории избитых митингующих, но ни разу не показывали бойцов Беркута, в которых стреляли, били камнями и поджигали. Правдивая картинка была невыгодна тем, кто совершал переворот. Нужны были жертвы среди мирного населения и враги в виде властей. Команды зачищать Майдан никогда не поступало вообще. Это все информационные вбросы, информационные фейки о том, что якобы там есть команда разогнать Майдан. Эту информацию постоянно они вбрасывали руководители этого Майдана со сцены и говорили, вот сегодня ночь у нас придут разгонять. Но фактически такой команды не было. Разогнать митингующих Янукович мог еще в ноябре 13-го, когда все только начиналось. Но применять силу не советовали западные партнеры США и Германии. Те самые, что не жалели миллиарды долларов на оппозицию и рассказывали миру байки о борьбе за украинскую демократию. Кормили рассказами и толпу на Майдане, подогревая ее обещаниями светлого будущего и безвизового режима, который для Украины все еще лишь мечтал. Они пришли к власти на крови людей, сделайте людям хоть памятник. Объявили конкурс и что, и где, три года прошло, ничего, все на том же месте. Даже некуда подойти и сказать, цветы положить. Нету ничего вообще. И они все спокойно сидят на своих постах. В годовщину Евромайдана цветы и свечи несут к поблекшим от времени фотографиям. Народный мемориал из обычных рамок и булыжников. Рядом скромный памятник от государства. Жертвам так называемой революции достоинства. Достойный мемориальный комплекс украинские власти обещают лет через 5-7. Недавний опрос населения Киевским международным институтом социологии показал. Каждый третий опрошенный событие 2014-го считает не революцией вовсе, а незаконным вооруженным переворотом. Видимо три года достаточный срок для того, чтобы понять и цену идей, за которой стояли и истинные цели тех, кто вел людей на Майдан.